Соболя вот эти, а это, в общем, символ города Новосибирска, он даже изображён на нашем гербе. Вот. И пошёл такой снежок уже посильнее. Сейчас я вам покажу. Пройдёмся вот так вот. Здесь я покажу вам книжный магазин, потом старенький домик, часовню и вот так пойдём, посмотрим парк. С одной стороны, конечно, это красиво, но с другой — это всё надо чистить. Поэтому я не фанат таких сугробов. Сейчас мы подходим к одному из главных магазинов книжных «Капитал». Вот такой. Такая книга. И у нас здание Сбербанка. Сбербанк — это главный банк в России. И сейчас посмотрим, что там есть. То есть если приедете в Новосибирск, рекомендую вам всегда идти сюда, что-нибудь купить на русском или не на русском. Я обычно сразу иду наверх, потому что там именно литература по языкам. Вот здесь начинаются языки. Номецкие. Иностранные. Книги. Аликс Роулингс. Вот. Короче, книги-книги-книги. Если захотите взять что-нибудь на русском, то рекомендую вот этот книжный магазин. Там ещё есть нулевой этаж. Или его ещё называют цокольным. Сейчас вам покажу, где находится раздел с русской классикой. Я думаю, вам интересно будет. Можно спуститься. И вот тут вот. Отечественная литература там вдалеке. Если они, конечно, ничего не переставили. Вот так зарубежная, зарубежная. Вот отечественная. Тут есть Лев Толстой. Крамзин, Достоевский. Ну, в общем, всё можно тут найти. Немного согрелся сейчас по плану. Покажу вам ещё пару зданий и пойду проводить занятия. А потом дальше мы увидимся уже с Димой. А это у нас часовня. Никогда не знал, как она называется. Сейчас подпишу. Новосибирское что-то. И вот это самое интересное здесь. Так, сейчас мы успеем успеть дорогу. Вот. Что круто, в Новосибирске подписывают старые дома. Какого года они и что это было. Сейчас посмотрим. Актека. 24 часа. Так. Доходный дом. Музульный. Начало двадцатого века. Вот. И таких, на самом деле, Новосибирске по пальцам двух рук, наверное, пересчитать. Тут не так много. Ну, если успею, постараюсь вам и другие показать. Кстати, да, там вот ещё старый дом. Сейчас я вам быстренько покажу. У нас не так много осталось деревянных зданий. Вот. Но для этого есть Томск. Там их, конечно, побольше. Вот. Так что приезжайте в Томск смотреть деревянное зодчество наше. Но всё же у нас что-то здесь есть. Ну вот это вот. А чуть дальше. Вот она. Как высота, да? Не знаю. Ему, наверное, лет сто. Скорее всего, в начале двадцатого века тоже был построен. Так. Дом общества приказчиков. Конец девятнадцатого века. Это даже до двадцатого века. Вот. Конечно, состояние немножко печальное, но можно остановить время. А, вот это вот здание, кстати, это... Его называют Бэтмен. Ну понятно почему. Потому что эти рога напоминают Бэтмена, наверное, кому-то. Здесь у нас куча всяких заведений на любой вкус и цвет. Лично могу... Ну это столовая, это дёшево, не очень вкусно. Роганик кофе неплохо, топить кофе можно. Потом дальше шашлыков здесь где-то есть. Вон шашлыков. Ну там тоже можно относительно недорого поесть. И... Ну не сказать, что супер вкусно, но тем не менее. Сбербанк, книжный магазин тоже есть. Вход дальше. И... Ну, собственно, и всё. Это переход. Вот здесь вход в книжный магазин. И здесь есть своя компания, вон написано. Это такое довольно крутое место. Ну как, неплохое место, где можно поесть разную кухню. Ну и там вот открыли кучу всяких разных... кунг-фу. Ну короче, какая-то азиатская... паназиатская кухня. Так. Гоша. Так. Вот это фонтан. Сейчас, понятно, он не работает, но... Кстати, там мы видим какие-то зимние фигуры из снега. Очень прикольно. Сейчас посмотрим. Такой арт. Вот это парк. Самый центральный, может быть, хотя он не называется центральным. Так. Нормальные декорации Красноярск. Что-то китайское, какие-то драконы. Так, это у нас Москва, Хабаровск. Дальше Томск. Симпатично. Какая-то инсталляция. Ну, в общем... В принципе, как вы... Как вы поняли, на Сибирске есть что посмотреть зимой. Так что я очень настоятельно вам рекомендую приезжать именно зимой, а не летом. Летом вам будет не так интересно. Вот, а зимой будут всякие вот такие штуки. Зимой будут морозы, которые вы запомните на всю жизнь. И куча-куча снега. Кстати, вот этот... Это у нас краеведческий музей. Основан в 1910 году. Старый Кирпич. И... Другие всякие фигурки. Вот свинья у нас сейчас, поэтому вон свинья изображена. Герои Советского Союза. Вот так вот. Как в Новосибирске? Если... если нравится, то напишите в комментариях, и у вас будет возможность выиграть книгу. И... Приезжайте, обязательно приезжайте. Вот у нас изображение старого Новосибирска. Раньше Новосибирск назывался Новониколаевским. Часть Николая II. Первые мосты. Это у нас сибирский рай. Непонятно, что... А! Здание Сибирского революционного комитета. Потому что я вот тут и не помню, сейчас где находится. Замукали в трубу. Крущёвки строят. Короче... Прикольно. Животные. Нью-Йорк пицца. Красота. Главный вокзал. Новосибирска. Дом науки и культуры. Канитарных... Открыт в 1939 году. Выглядит... Мост. Мост. В общем, история. И вот это место, скорее всего, вы уже видели, если подписаны на мой инстаграм. На инстаграм Russian Progress. Потому что я тут снимал... Видео. Много народу, потому что тепло. Но даже когда здесь было холодно, мне кажется, народу здесь было не меньше. Музыка. 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 Показал. Музыка. Новосибирск. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok